Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы посмотрим очень интересную тему. Я готовилась к ней. Действительно хотела, чтобы это было очень интересное видео. Мы сегодня будем смотреть на людей, которые захотят выйти, человек, который выйдет сейчас, и захочет рассказать о своих чувствах. Что это за чувства будут? Будем смотреть на истинные чувства. Итак, первый человек, который выйдет сейчас к вам рассказать о своих чувствах, мыслях о вас. Ну и посмотрим немножечко, может, глубже. Посмотрим, кто ты, кто ты, кто выходишь к ней сейчас. Так. Возможно, ваш учитель какой-то, наставник. Ну, прям, знаете, если тут такая карта идет, то вот человек, который повлиял на вашу судьбу. Кто ты? Кто ты? Учитель, наставник, звезда. Возможно, сейчас где-то недалеко от вас находится чувство к вам. Кто-то человек, да, вы как ученик, и вы его ученик. Он вам дает какие-то знания. Какой-то учитель ваш, смотрите, в чем, ну, в любом по какому-то направлении. Находится немного далеко от вас. Я бы так сказала, здесь довольно-таки, ну, то есть расстояние есть какое-то. От городов до континентов. Есть. Вы для него являетесь неким образцом, может быть, красоты, может быть, поведения. Вы для него прекрасный человек. Кто-то кому-то платит. Да. То есть тут учитель выходит. Какой-то учитель хочет проявиться. Вот, сейчас говорит, я хочу сейчас ей сказать о своих чувствах. Окей, хорошо. Что же ты хочешь рассказать? Что ты думаешь о ней? Какие чувства, какие чувства у тебя к ней? Неоднозначные чувства. Неоднозначные. Вы для него, для этого человека, очень яркая, красивая женщина. Но вы поглощаете энергетика, которая притягивает, одновременно улавливая и поглощая. Вы очень старательно трудитесь. Это мужчина или женщина? Вот давайте посмотрим. Для кого как, как говорится. Для кого мужчина, для кого женщина. Здесь какую-то правду о вас хочет сказать человек. Так, в общем, смотрите, говорит какой-то ваш учитель. Что вы там проходите? Какие-то уроки, может быть. Может быть, какие-то курсы. Может быть, наставничество вообще в сфере эзотерики. Тут все, что угодно может быть. А может, просто ваш учитель какой-то. Но он какое-то значение имеет в вашей жизни. Тут какое-то наставление дает вам. Но все равно я бы хотела описать. Мало ли, вдруг у вас море учителей. Что это за учитель? Хорошо. Что это за наставник? Что он вам преподает? Что он вам дает? Чему учит? Что за учитель? Справедливый учитель. Тут он вам в чем-то уступает. Это может быть социальный статус ниже, либо возраст меньше. Он ждет какого-то проявления от вас, что ли. Почему учитель уходит? Что это настолько серьезно? Человек с чем-то не согласен с вами, хотя питает очень нежные чувства к вам. Кстати, когда вы с ним общаетесь, у человека день налаживается. Подождите, это как? Подпитка энергетикой, что ли? Нет, это просто взаимообмен энергиями. Вот так. Вот так. Почему он вышел? Насколько это значимо для вас? Посмотрим. Насколько значимо для вас? Король пентаклей. Императрица. И влюбленные. Мои дорогие, здесь человек может составить вашу судьбу. Теперь смотрите. Возможно, в вашем окружении есть человек, который наставляет вас чему-то. Это может быть реальное, там какое-то обучение проходите, а может, ну, что-то, что-то на кшталт, как человек просто встретился вам на вашем пути, и вот вы понимаете, что у него какой-то такой настрой наставничества, чему-то может научить. Для женщины это мужчина, для мужчины это женщина. Вы встретились на дороге, для того, чтобы потом как-то ваши души соединились. Так, хорошо, если вы сейчас абсолютно не понимаете, о ком речь, надо такой хитрый задум Вселенной, чтобы защитить вас. Вот такое странное состояние, которое вы можете ощущать, что какой-то есть, какой-то есть такой хитрый замысел Вселенной. Вот так вот. Надо так видео следующее назвать, потому что тут очень громко что-то нам говорят об этом. Ну, ладно, о чувствах. Еще о чувствах. Не хочет расставаться с вами. Ну, вот что-то хочет вам сказать, чтобы что-то поменять, чтобы что-то поменять в вашей жизни. Хорошо, давайте так. Вы общаетесь с этим человеком? Или он давно был вашим учителем? Общаетесь ли вы сейчас? Да, вы общаетесь сейчас. Ну, не часто, не часто. Как-то неправильно может быть, может быть неправильная частота общения, вот по мнению этого человека. Ну что ж, почему он вышел тогда, почему считается главным, еще переспросим. Потому что будет в определенное время в вашей жизни, это не так быстро, не так далеко, так говорят мне сейчас карты, случится некая ситуация, которая изменит ваше представление. То есть тут будет меняться очень сильно все. старые энергии будут уходить, новые энергии будут заходить в ваше жизнь. Я тут вижу какого-то молодого человека с цветами. Вот, в вашем доме. Пятерка мечей. Говорят, больше тайн храни. Рот держи на замке. Это нам сейчас с вами говорят. Да, потому что ясно. Есть какие-то силы, которые пробираются и вот ищут информацию о вас. Они выслеживают вас, например, через вот такие энергетические канаты, которые соединяются с информацией. От них они информационные потоки ловят. Вот так, давайте. Может быть, смотрите, вы его видите как наставника, например. Вы общаетесь с каким-то человеком, да, и он где-то очень далеко. И, например, он вам что-то порекомендовал. И это изменило вашу жизнь. Но здесь общение есть. Это большой вклад в вашу жизнь будет иметь. Окей, хорошо. Вот он захотел рассказать о вас и о своих чувствах. Что вам со всем этим делать? Сейчас, на момент. Сейчас. Дать событиям развиваться так, как они развиваются. По сути, действовать быстро, когда человек что-то... когда человек проявит себя вот именно как кубковый король, тут всё-таки будет развиваться довольно скоро ситуация. Он будет проявляться, и вы это заметите. Будет проявляться какой-то кубковый король всё-таки. Вот. Тогда вы поймёте, что это о нём речь. Это один из первых людей, которые проявятся, один из первых мужчин, которые проявятся в ближайшее время. И причём безграничное какое-то проявление, когда вам будет казаться, что очень странно, откуда вот такой энергии, да, появиться вдруг в вашем пространстве, потому что вы вот от этого человека могли вообще не ожидать. А он спит и видит эти моменты, видите? Его путь нелёгок в вашу сторону, но человек идёт. Да, окей, хорошо. Интересный какой человек. Так, пускай с этим мы поговорили, пускай он идёт. Спасибо огромное, человек.